Всем привет! Сегодня по многочисленным запросам я хочу сделать свое ревью на систему для очищения от Sigma, которая называется Cleansing and Polishing Tool. Я заметила, что в последнее время вышло очень много обзоров на этот продукт и хочу, скажем так, внести еще свое мнение по этому поводу. Сразу скажу, что щетку эту я купила за свои деньги, она у меня появилась уже довольно давно, я ее уже не раз показывала в своих видео предыдущих, поэтому мнение основано у меня, скажем так, на личном использовании на протяжении уже где-то, наверное, полугода. Начну, наверное, просто с внешнего вида. Выглядит упаковка вот так вот, обычный такой пластмассовый чехол. Здесь находится сама щетка, на ней одета мягкая щеточка. Также в наборе находятся щетка средней жесткости и жесткая щетка. Совсем мягкую щетку Sigma рекомендуют использовать на каждый день для очищения лица, для очищения и полировки лица. Средняя и жесткая щетка рассчитаны для отшелушивания, скажем так, кожи по всему телу, но не использования этих щеток на лице. Сама щетка выглядит довольно просто, довольно удобно ложится в руку, имеет всего-навсего одну кнопку, которую, если вы нажмете один раз, то она запустится в довольно таком мягком режиме, и второй это более быстрый режим. Я пользуюсь этой щеткой всегда на втором режиме, потому что первый для меня какой-то сильно слабый. И теперь хочу пройтись по недостаткам, которые называли люди в своих ревью, и прокомментировать их со своей точки зрения. Первое, это практически все бьюти-блогеры говорили, что эта щетка разбрызгивает воду. И это стопроцентная правда, разбрызгивает она воду, разбрызгивает она очищающее средство. Но единственное, что я заметила, это то, что, когда я начала пользоваться своим муссом для умывания от Origins, то она перестала его разбрызгивать, потому что он имеет очень такую кремовую текстуру, не пенищуюся, а кремовую текстуру. И из-за этого, скажем так, он больше распределяет ее по лицу, нежели разбрызгивает. И если ваша щетка слишком много разбрызгивает продукта, то попробуйте, возможно, наносить немножко меньше продукта на эту щетку, потому что она начинает разбрызгивать излишки, когда они скапливаются уже вокруг этой щетки. Естественно, они с каждым вращением слетают с нее. Дальше тоже очень много говорила людей, что самая мягкая щетка для них является очень жесткой, что она царапает лицо. И, как я, в принципе, говорила, я использую эту щетку каждый день, и я даже на лице использую среднюю жесткость щетку. То есть для меня они не являются какими-то очень жесткими. Сначала, я помню, когда я только-только получила эту щетку, то мне тоже, я помню, показалось, что она немножко жестковата, но потом как-то моя кожа подстроилась или, может, щетка немножко размягчилась. То есть я точно не могу сказать, что произошло, но сейчас она для меня просто очень мягкая, очень приятная на лице. То есть я с ней как бы никакого дискомфорта не испытываю. И раз в неделю я использую даже вот эту щетку, и после нее у меня лицо действительно просто вот, кроме как отполированное, никак нельзя сказать. Дальше я тоже слышала, что у многих людей проблемы со сменой батареек. У меня абсолютно никакой проблемы нет, даже вот сейчас вот при вас покажу. Приоткрываете, снимаете и, в принципе, меняете батарейку. То есть ничего здесь абсолютно нет сложного, вот секундное просто дело. Не знаю, почему у кого-то возникают проблемы, и у меня таких проблем нет. Также я очень много негативных отзывов слышала про сам кейс. Говорили, что он ломается очень быстро, что не закрывается. У меня, в принципе, как таковых тоже как бы с ним проблем нет. Он целый, как был, так и остался. Единственное, что мне не нравится, что вот это вот в середине, вот это сам пластик белый, он никак не закреплен. То есть вот он, в принципе, вынимается элементарно просто. Из-за этого, когда я достаю саму щетку, я, бывает, его задеваю, и он как-то вот ложится не совсем правильно. То есть его надо укладывать. Если это для вас создает очень много дискомфорта, то как бы вы можете вообще им не пользоваться этим чехлом. Потому что, как вы знаете, кларисоник идет вообще без каких-либо чехлов. И люди хранят его просто в ванной. Поэтому, как бы, я считаю, это неплохой аксессуар, потому что он закрывает эту щетку. Все-таки на нее не попадает ни пыль, ни какая-то влага не оседает в ванной. Поэтому я считаю, это очень хороший плюс. И последнее, что я бы хотела сказать об этой щетке. Многие говорят, что у них она ломалась тоже во время использования в душе. Но я хочу сказать, что эта щетка не является водостойкой. Она влагонепроницаемая. Это немножко разные вещи. Даже на упаковке с самим вот этим вот устройством написано, что эта щетка предотвращает попадание каких-то капель в середину. Но если ее использовать в душе, то, естественно, вода туда проникнет и она сломается из-за этого. Многие также ругают эту щетку за то, что она не исполняет обещания, которые заявлены производителем. Но если вы сейчас зайдете на сайт Сигмы и почитаете описание этой щетки, то у них там обещание как таковое всего одно. Написано, что используя эту щетку, вы заметите, что средства по уходу лучше впитываются в вашу кожу. И также, что эта щетка создает идеальную базу перед нанесением макияжа. И с этими двумя пунктами я просто не могу не согласиться, потому что это чистой воды правда. Они не обманывают нас, они ничего не обещают, что у вас кожа станет идеальной, она избавит вас от акне или каких-то воспалений или еще чего-нибудь. То есть, грубо говоря, эта щетка очень хорошо очищает кожу. Здесь, я думаю, никто не поспорит, что она хорошо очищает кожу. Она у меня смывает полностью весь макияж. Ну, естественно, я ее не использую на глазах, но макияж лица он снимает полностью просто. И также она прекрасно отшелушивает и действительно создает отличную базу перед нанесением макияжа. Я заметила, что с использованием этой щетки макияж стал ложиться намного ровнее. Ну, просто небо и земля, насколько ровнее он начал ложиться на меня. Если вы думали купить эту систему очищения для того, чтобы избавиться от прыщиков, от высыпаний и тому подобное, то я не уверена, поможет она вам или нет. Потому что, как я уже говорила неоднократно, если у вас есть какие-то нарушения в организме, вам никакая щетка не поможет, никакое средство вам не поможет. В принципе, что бы вы ни делали, вы все равно, ваша кожа, это проявление вашего внутреннего здоровья. И если, как минимум, у вас есть банальный гормональный дисбаланс, то все равно прыщики будут появляться, вы от этого никуда не денетесь. Поэтому, если вы страдаете серьезными высыпаниями, то в первую очередь обратитесь к дерматологу, потому что это не решение проблемы. Это просто средство для очищения кожи и, скажем так, для качественного очищения кожи, из-за чего макияж держится лучше, ложится лучше, выглядит лучше. То есть, вот именно для этого я рекомендовала бы эту щетку. Она не творит чудеса, не ожидайте от нее, что она преобразит вашу кожу, такого не произойдет. Но по моим наблюдениям, так как я пользуюсь ей действительно уже довольно долго, где-то около полугода точно, я могу сказать, что моя кожа изменилась. Она стала чище, она стала более приятной, она стала более мягкой. И, в принципе, я не спорю. Возможно, для вас вот эта самая мягкая щетка окажется жесткой. Это может произойти такое. Мне она подошла, вам она может не подойти. Поэтому перед покупкой, что я обычно советую девушкам, это взять просто обычную мочалку дома и с жесткой стороны мочалки попробовать поумывать лицо, немного, скажем так, создавая давление на свою кожу. Если у вас это вызовет какую-то негативную реакцию кожи, тогда, в принципе, эта щетка вам не подойдет, потому что все-таки она довольно-таки агрессивно себя ведет по отношению к коже. Но если никаких реакций не последует, то, в принципе, можете смело брать. Очень удобно. Заряда аккумулятора хватает тоже на, ну, просто безграничное количество времени. На недели три, наверное, мне хватает. Вот такое вот было у меня ревью. Надеюсь, в принципе, вы разобрались в главных недостатках и в положительных качествах этой щетки. Мне она очень понравилась, она мне подошла, поэтому я буду продолжать ей пользоваться. Я не буду пытаться сравнивать ее с кларисоником, потому что просто-напросто кларисоника у меня нет. И я не могу сделать сравнение, основываясь на мнении других людей. Я знаю, что кларисоник воспевает и говорят, что это просто заоблачно хорошая вещь, но я лично им не пользовалась, поэтому я не буду основываться на мнении других людей. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. И буду рада услышать ваше мнение по поводу этой щетки, если вы ей пользовались или если вы думаете ее приобрести. Я обязательно всем отвечу, если есть какие-то еще дополнительные вопросы. А пока что на этом все. До встречи в новых видео.